В эфире новости Анапа. Регион. В студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Принимались все меры для принудительного исполнения решения суда. Долой самострой. В Анапе снесли очередную незаконно построенную многоэтажку. Увидели этот прекрасный салют в этом городе. День защитника Отечества. Как в Анапе отметили этот праздник. Мы продвигаться не могли. Сильные бои были. Самому старшему исполнилось 100 лет, а младшему 6. Встреча трех поколений прошла в станице Анапской. А начнем с главного. Многоквартирный дом по адресу Владимирская, 144, ведут в эксплуатацию уже на следующей неделе. Сегодня на проблемных объектах побывал депутат Государственной думы Александр Якубовский. Вместе с первым вице-губернатором Кубани Андреем Алексеенко и главой Анапы Юрием Поляковым он оценил ситуацию и провел заседание рабочей группы. Этот многоквартирный дом на улице Владимирской строят уже более 10 лет. Разрешение закончилось еще в 2015 году. Были проблемы с документами. С помощью городской администрации их восстановили, а новая инвестиционная компания смогла продолжить работу. В прошлом году в дома провели отопление. По словам инвесторов, все 150 квартир уже проданы. Сейчас в этом доме живут более 10 семей. Документацию восстановили практически всю. Там один проект, который не смогли найти, и то через другие инстанции пытаемся восстановить. Поэтому у нас и к суду все готово. И чтобы у людей не было потом на дальнейшие проблемы, этим вопросом это основной у нас вопрос. Но чтобы сдать и забыть, а чтобы дальше мы смогли бы не дальше работать. Непростая ситуация и с домом на улице Парковая. Строительство заморозили 4 года назад. На застройщика возбудили уголовное дело. Он стал банкротом. Чтобы завершить работу, необходимо вложить более 600 миллионов рублей. Один из вариантов – найти инвестора. По новому закону за окончание строительства проблемных объектов инвесторам предоставляют компенсацию земельный участок. Сложные объекты, на которых мы были с вами Парково 79, а застройщик Канадский проект 239 дольщиков. Есть понимание по решению проблемы. Сегодня есть у нас инвестор. И вот мы сейчас возвращаемся к тому, как вы мне сказали. То есть мы будем искать пути решения. За последние годы в крае уменьшилось число обманутых дольщиков. Однако решить проблему полностью не удалось. Сейчас на Кубани действует межведомственная комиссия, которая рассматривает все проблемные объекты. Безусловно, мы стараемся помогать в том числе и ЖСК, которые создаются, и по достройке самостроев. Но ответственность в первую очередь лежит на гражданах, которые купили по каким-то кривым схемам, проинвестировали, вложили деньги. Потому что по стране таких вариантов, к сожалению, тоже много. И всем помочь не удается. В начале прошлого года в Анапе зафиксировали 19 проблемных объектов. Четыре из них уже ввели в эксплуатацию. Сейчас решается вопрос еще по двум домам. Так, к концу первого квартала в списке останется 12 недостроев. Все они находятся под контролем администрации и Анапской межрайонной прокуратуры. Анна Жукова, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В Анапе по решению суда снесли еще один самострой. В этом уже четко прослеживается системный подход. Ситуацию взял на личный контроль глава Анапы. И сегодня уже виден результат этой работы. А что касается самостроя, то он за долгие годы не только стал прибежищем сомнительных личностей, но и несет прямую угрозу жизни людей. Построенный без следения каких-либо норм, он мог обвалиться в любой момент. В этом убедился Руслан Душевский. Этот объект изначально предполагался как коммерческий. Но много лет назад стройка была законсервирована. Заброшенные здания облюбовали так называемые лица без определенного места жительства. Местным жителям такое соседство было явно не по душе. Десять лет он стоит в таком состоянии. Он подпорки какие-то сделали ему. Но неуместно. Здесь вот за ним детский сад. У него совсем площадь маленькая у детского сада. Взять, расширить сюда, посадить какие-то насосудения. Здесь приют. Я смотрю, молодежь здесь толкается, курят. Судебные приставы выставили оцепление и обследовали здание на предмет нахождения в нем людей. После обеспечения всех мер безопасности манипулятор приступил к демонтажу. Собственник неоднократно предупреждался о незаконности строения и был уведомлен о сносе. Но никаких мер не принял. Неоднократно в отношении должника по исполнительному производству выносились административные штрафы и принимались все меры для принудительного исполнения решения суда, понуждения должника к принудительному исполнению решения суда. На сегодняшний день должником решение суда исполнено не было. Каких-либо уважительных причин в службу судебных приставов не поступало. Так, краевым управлением службы судебных приставов по Краснодарскому краю во взаимодействии с муниципальным образованием город-курорт Анапа в настоящее время ведутся работы по исполнению решения суда. Уже на начальной стадии сноса стало видно, что здание возведено с нарушениями всех возможных строительных норм. Армирование и перекрытие не соответствуют техническим требованиям. А сам бетон хрупкий и разрушается от малейшего воздействия специальной техники. Работу по полному демонтажу объекта и очистке территории от строительного мусора планируется полностью завершить уже на этой неделе. Руслан Душевский, Анапа, регион. В минувшую субботу в Анапе состоялся праздничный салют, посвященный Дню Защитника Отечества. Возле стелы города воинской славы был выставлен почетный караул. Несмотря на довольно прохладную погоду, зрителей было немало. И у каждого из них был свой повод прийти сюда в этот день. Все семье ходим на салют, понравилось. Очень красивый салют был, очень приятно, что устроили так. Спасибо. Немножко холодно, но надо все равно гулять, смотреть салют. Этот город, мы посетили его просто первый раз. Мы приехали сюда как бы отдохнуть и нарвались на этот праздник. Увидели этот прекрасный салют в этом городе. Нам все понравилось. Невзирая на холод, я каждый год со своей семьей хожу на 23 февраля в город, потому что это уникальный праздник и нельзя такое пропустить. Чтобы не было больше войны, я хочу, чтобы не было больше войны. День Защитника Отечества она повстретила рядом патриотических мероприятий. В сельских округах прошли военные эстафеты и спортивные состязания. А у Станицы Гостогаевской много лет подряд в этот день казаки принимают участие в конном переходе. Этот год не стал исключением. Любое благое дело у казаков начинается с молитвы. Молодежь пришла проводить своих наставников перед конным переходом. Отец Григорий благословил участников мероприятия. Этот конный переход – наглядный пример возрождения былых традиций кубанского казачества. Сейчас мы все передвигаемся на железных конях. А живой конь, он сейчас является таким символом жизненной традиции. Традиции, которые передаются от поколения в поколение. Поэтому кто видит вообще коня, и тем более если казака на коне, это очень вдохновляет таким достойным примером. Много лет подряд конный маршрут пролегал в Станице Гостогаевская в поселок Фадеево. В этом году организаторы внесли коррективы. Погодные условия не позволили осуществить задуманное в полной мере. Поэтому переход осуществили внутри самой станицы. Конечной точкой маршрута стала памятная стела. В середине 19 века на этом месте стояло Гостогаевское укрепление, которое вошло в историю России успешным отражением нападения многотысячного отряда горцев. Здесь конный переход и был завершен. Мы чтим традиции казачества, хотим показать, что казачество возродилось, оно живо. Важно, чтобы все это видели дети, смотрели, учили историю. Потому что народ без истории перестает быть народом. А мы казачество, мы народ. Подобное мероприятие планируется провести 9 мая. В этот день также будет организован конный переход и развернута полевая кухня для местных жителей. Руслан Душевский, Анапа, регион. А накануне Дня защитника Отечества в Доме культуры станицы Анапской состоялась встреча трех поколений. Здесь собрались ветераны Великой Отечественной, участники локальных войн в Чечне и Афганистане и подрастающее поколение. Самому старшему участнику 100 лет, младшему 6. На этой 10-й юбилейной встрече побывала и наша съемочная группа. А степная трава пахнет горечью. Молодые ветра селены. На хуторе Курбатском есть безымянная высота, каждый сантиметр которой палит кровью. Когда враг обложил огнем советские войска, боец 89-й стрелковой дивизии бросился грудью на пулеметы. Героем Советского Союза Соран Ракелян стал посмертно. Вместе с 89-й дивизией подступы к Анапе освобождали. 18-я армия, 11-я дивизия штурмовой авиации, стрелки и танкисты из Новороссийска. На хуторе открыт музей. Основные бои, почему там долго, почти трое суток, руссоветские войска прорывались на этом участке. И на помощь 89-й дивизии, армянской, Таманской, которая основную задачу там имела, пришлось бросить еще подразделение 414-й, грузинской, последующей, Анапской дивизии, и 8-й морской бригады моряков. И только совместными усилиями тяжелые оборонительные рубежи были преодолены. В наши дни ветераны встречаются в Станичном доме культуры. Самый старший свидетель войны в орке Саарян. Ему скоро 100 лет. Весь Европей я войвал. Начинаю с Украины, до Сталинграда. А потом в 1945 году, в мае месяц, нас перебросили на восток против Японии. Как мы попали туда, японцы все убежали. Коммунисты идут, коммунисты быстрее убрали. Невзирая на возраст, сержант в отставке Эдуард Мавян наизусть читает патриотические произведения. Он до сих пор продолжает трудовую карьеру, наставляет молодежь. А когда дым рассеялся, все увидели, как пыль и ржавые крошки кирпича осыпались на голые плечи в чай. В России служат 50 тысяч женщин. В 40-е роковые Клавдия Виноградова служила в медсанбате, носила солдат с передовой и сама была ранена. Конец войны пришел, когда я сбежала из госпиталя в эту часть, опять в свою часть. Почти на том же месте и стояли мы. Мы продвигаться не могли. Сильные бои были. Присутствующих поздравили. Глава округа Владимир Грязнов, заместитель председателя Совета Анапы Александр Смирнов. Инициатива таких встреч от депутатов. Они же оказали и материальную помощь. У нас на округе три депутата. Я, Светлана Ивановна, Смирнов Александр Иванович, Юрий Мишега и Чекопян. То есть мы всегда сбрасываемся, проводим, накрываем столы, приглашаем. И так получаются такие мероприятия. А вот и третье молодое поколение. Концерт для защитников провело более десятка коллективов, которые занимаются на базе Станичного дома культуры. По высокию берегу Памура, Часовые родины стоят. В Станице открыта и детская телестудия «Калибри». Снимают документальное кино о войне. В планах создание двух картин к 9 мая с участием именитых Станичников. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа Регион. Все выпуски новостей можно найти на нашем сайте anaparegion.ru. А на этом я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова